Что, мы в эфире, да? Здоров, Антох... Здоров, говорю Антох. Здоров, народ. Сразу к делу. Женя. Здорово. Это наш, можно сказать, постоянный клиент. У тебя какая проблема случилась? Расскажи. Купили компьютер, собрали сами. И сейчас что-то не запускается черный экран, скорее всего. Потому что либо процессор с метелинкой не дрожит. В общем, может, он бьется надо мной. В общем, мы не знаем. Ты купил компьютер по запчастям? Да, да. Судья, даже смотрю, у тебя не стоит планочки, да? Ты без планки купил или нового? Или она, наверное, в этом материнке. Да, где-то, наверное, там. И сразу про параметры скажи, а мы уже будем разбираться. 16 гигов, мать какая-то, не знаю. B360 чипсет, и что за прост? 9400F без видео этого. Понял, это, судя по всему, какой-то рендеринг, да? Ну, такой просто, да. Ну, не затычка такая, лучше затычка что-то. Ты сам собрал картину? Я не собрал работничек. Работнички все подкинули, картинки нету, у нас сейчас все крутится, черный крауд. Да, крутится и пищит. Ай, крутится и пищит. Ладно, Женька, вон, пару слов нашим подписчикам. Утро понедельника, работа кипит, начинается. Так что посмотрим, я тебе надеюсь, прямо сейчас им займусь. Давай. Звонить, что с ним будет. И я думаю, все будет огонь. Все, Женька, давай отпускай тебя немножко гулять, займусь. И постараюсь подоживить этого красавца. Мне сколько надо времени? Я сейчас сразу его начну смотреть. Поэтому чисто, чисто в теории, конечно, можно даже присесть. Делать, если можно. Если вдруг... Тем более, если тебе идти некуда. Вот, а мы сейчас в таком вот простеньком сразу все проверим визуально хотя бы. Что, куда, чего. Все ли у нас подключено. И давайте посмотрим на его поведение сразу же. Женя, это походу знаешь, у нас иногда периодически просят, снимите какое-нибудь короткое видео. Вот. Здесь все-все включилось. А что было? Да я пока не... Сейчас, секундочку. А, тут... Четыре штуки. О, четыре штуки. Четыре штуки. Четыре штуки. Ага, давайте. Это почти не выглядит. Да я просто оперативу вытащил и оставил. Да вот. Другую сейчас посмотрим. Оставил одну и, возможно, просто защелкнули. А у тебя винда есть? Есть, конечно. Ты можешь мне ее сразу поставить? Без проблем сделать. У тебя какая там... Ну, такая, знаешь, чтоб не лагала, короче. Естественно. Десялочку сюда и поставим. Сейчас секундочку. Посмотрим на вторую планочку. Ну что, мужики, я не могу ставить. Оперативочка криво. Видимо, да. Видимо, да. Да, видимо, еще что. Но это первым делом, что проверяется. Ну и слава богу, все у тебя запускается. Смотри, тогда наши задачи какие. Закинем чистенькую системку своим ключиком. И все. И будет огонь. Ну а так-то тут все нормально? Ну вроде бы. Да, заодно погоняю и потестирую. Лайтовый у нас ремонт какой-то. Сколько по времени надо? По времени займет. Судя по тому, что СДшечка. На полтора, чтоб спокойно настроить. Все четко убедиться и проверить. И плюс-минус. Ну, скажем так, час-полтора. Вы до сколько работаете? До шести. До шести. Вот. Ну и заодно по нагрузке потестим, посмотрим, на что эта система способна. Да ладно, нет проблем. Тогда я попозже подъедаю. Сколько обед? А у нас обеда вообще нет. Нам приводится доеда. Правда. Поэтому в любое время, до шести в любом случае точно. Мы иногда задерживаемся. Так что на телефоне будем. Все, я тебе тогда. Хорошо, спасибо. Давай на связи. Хочу сказать, классика жанра, да? По-другому не скажешь. Поскольку железо все новое, в принципе, тут особо ломаться нечем. Можно было догадаться только что оперативочка и глюканула. 90% ремонты, которые ремонтируются вот так по щелчку. Но зато мы сейчас поставим на сторону чистенькую системку. Все проверим, протестируем. Мы, может, для красоты обзорчика хоть что-нибудь запустим для теста. Посмотрим, на что способен. 9400F он, кажется, сказал. Вот. Классный прос. Легендарный на сегодняшний момент. Более 16 оперативки. Может, символически еще подкинем нашу видюху для какого-нибудь теста банального. Ну и вам будет тоже поинтересней. Вот такая вот системка. Какие простенькие ошибочки. Сразу видно, что человек, который собирал, не особо до этого много собирал. Знаете, когда вот так вот руку сзади можно просунуть, это говорит о многом. Забыли, конечно, IOShield, если быть более грамотным в его названии. Вот. Ну и явно собирается системка просто для какого-то офисного работника с классным процессом. С обычной видюшкой. Либо под рендеринг какой-нибудь. В принципе, 16 оперативы с неплохим i5 тоже подойдет. И простенькая SSD, без ничего. Наверное, с 30 гиллов на 240, на 120. Ну и посмотрим. Ладно, приступим. Включимся. Можно будет что-нибудь вам интересно показать про эту системку. Антонио, система стоит на этом божественном системнике. Между прочим, я уточнил человека, сказал, 31 тысяча рублей вышло, чтобы вот это чудо природы собрать. У нас от Chieftec блочок. Понять не имею, честно говоря, насколько. Больше наглеечки нет. Ну да. С этой стороны, к сожалению, не видно. Затычка, казалось бы, стоит. Что, если я вам скажу, что затычка стоит 10 серия, именно 10.30 видеокарта. Если кто-то помнит те времена, когда они выходили. Было это давным-давно уже, можно так выразиться. Они были двух видов. Если мне память не изменяет, на GDR 3 памяти, на GDR 5 памяти. Все гнались, конечно, если вы берете 10.30. Это самая-самая бичевая 10 серия видеокарты. Ищите хотя бы на GDR 5 памяти. И здесь у нас идеальнейший пример этой ситуации, друзья. Оказывается, у нас... Ай! Не толкайся, Антоха, ноутбуками. В связке с i5-9400F. Шикарный. Народный проц. И на котором можно спокойно, если собираете на Intel. В пределах там полтинника. То просто изумительный выбор. 16 ГБ оперативной памяти. В двухканале. Одноранковый. От Crucial. Судя по наклеечкам. Да. С частотой 2666 МГц. В общем, двухканал. Ваш нелюбимый. Как мы все знаем. Но он тут присутствует. И видеокарточка. Где? Куда? Почему? Я когда ставлю GPU-Z, он куда-то улазит. Вообще не туда. Подожди, Антоха. Не выключается. Вот он. Вот он. Чтоб вам показать. И долгожданный будет тест. Многие в комментариях просили. Давай, Ассасина. Давай, Ассасина. Потестим. Мы потестим его. Прямо сейчас, друзья. На GDR5 памяти 2 ГБ. 64 бита. Самая, можно сказать, простенькая 1030. Ну, за исключением на GDR3 памяти, которая идет. Давайте посмотрим, на что она в этой бешеной связке все способна. Мне, честно говоря, не особо понятна ситуация данной сборки. Потому что, ну, в 2019 покупать 1030 видеокарту – это такой себе выбор. То есть, либо в качестве затычки так можно было тогда вообще какую-нибудь старушку взять, грубо говоря. Но, тем не менее, 1030 – это видеокарта, которую можно в кавычках назвать «игровой». То есть, что-нибудь сейчас выкрутим на минимум, и если она запустит Ассасин Одиссея, и в нем можно будет поиграться, то это будет успех. Ну, и вам тоже наглядно. То есть, 1030 видеокарта – самый-самый дешевый вариант на 10 серии. Посмотрим, на что это все чудо способно. Также с мониторингом и задомом покажем. Вот. Но собирал явно небольшой такой любитель. У нас не использованный USB 3.0, понятное дело, поскольку корпус у нас самый простенький. Если мы собираем из нового железа, конечно, на материнской плате, которую поддержит, проще немножечко доплатить и взять себе корпус хотя бы с USB 3.0 на передней панели. Это из таких вот ошибочек, которые мне сразу в глаза бросаются. SSD у нас на 240 ГБ стоит обычная статашная, хотя на материнской плате присутствует разъем под PCI-Express SSD. Тоже такой себе выбор. В общем, система странная, но она все равно достойна теста. Поэтому, в любом случае, гоняем, тестируем и смотрим, на что способно. 1030, если у нас хватит времени, еще сунем 1060 хотя бы, чтобы посмотреть, как 1060 связочки с i5-M9400 себя тоже чувствуют. И все в ассосине. Как вы просили, мужики. Все ради вас. Forever. Я не знаю, что это. У нас, в общем, сейчас Full HD разрешение. Самые низкие настройки. Просто интересно, на Full HD у нас реально ли будет? Приветствую, рассказчик. Ну, привет, привет. Там надо задерживать пробел, а не сжать его как болезнь. Не знаю что. Спокойно, Ванек. Не нервничай. Тебя просили не материться. Ну что, друзья, у нас в Full HD разрешение минимальные настройки и 1030, я вам скажу, вытягивает. Да, безусловно, видюха в сотню долбится, а даже и вопросов не возникает. Процессор при этом на полную не загружен. Ну, а мы имеем 30 fps. Ха-ха! Ууу, вот тебе она приятно. Неплохо слушать. Да, до 20-ти, в принципе, играбельным можно это назвать. Ну, конечно, 10.30 на Full HD разрешение на минимальных настройках Одиссея комфортно не вытягивает. Но я не могу сказать, что есть какие-то супер большие микрофрезы. То есть вот так вот не торопясь, под чаечек можно побегать, пройти. Потому что, ну, 20 кадров. Мы все знаем, что в России 20 кадров это практически идеально плавная картинка. Потому что у многих и такого нет. Но сейчас мы чуть-чуть понизим разрешение. Все-таки, возможно, сможем добиться оптимального FPS для игры. Потому что, ну, конечно, 20 это маловатенько. А вот хотя бы от 30 и выше, если у нас будет, это прям было бы очень-очень хорошо. Вот она, мыльность картинки, но уже вполне себе рабочий играбельный FPS. Да, мы понизили разрешение с Full HD до полного HD 1378 точек. Тем не менее, у нас 30, почти 40 FPS. Это уже без проблем можно играть. То есть даже на 10-30 можно поиграть в последнюю игрушку. Если ты, конечно, имеешь 5-9 поколение и 16 гигабайт оперативной памяти. Но под 40 это у нас бьется Антоха. Слушай, ну это в каком-то смысле, конечно, успех. Но про Full HD можете, друзья, если хотите комфортной плавной картинки, забыть полностью. Даже на самых низких на Full HD 1030 в 2019 году не способна тянуть последние тайтлы. Что же, интересно. Интересно было ее затестить. Сейчас мы для примера все-таки вставим 1060, пока у нас немножко времечки есть, подключим. И заодно посмотрим, сколько вот, сделав минимальный апгрейт, скажем, 1060 можно на рынке бушно найти от 6000 рублей. На что это получится у нас системка способна. Я думаю, она очень-очень наглядно покажет, что со всем Одиссеем будет разбираться без каких-либо проблем. Относительно легким движением руки, Антон, мы с тобой сейчас достаем видеокарточку 1030. Вот. И вставим 1060 на 6 гигов от MSI Gaming. Вот так вот. Все, смотри, какая лоу-профайл. Они еще, кстати, идут в комплекте с планочками лоу-профайл. Их приятно засовывать в системнички корпоративного сегмента, всякие элит-дески, вот где только маленькие могут в видюшечки вставать. Вот эта штучка может сделать из вашего простенького системничка достаточно игровую машинку носительную. Но в нашем случае, конечно, игровой она являться не будет. А вот это вот уже дуру можно, в принципе, назвать видеокартой с большой буквы. Просто самое, наверное, нет. Все-таки, все-таки, можно ли нам как-то так и сделать, чтобы и потестировать, и не выламывать сильно. Антонио, Антонио Бандерас. Сейчас я позвоню человеку, спрошу, можно ли, потому что он все равно про апгрейд не говорит. Можно ли планочку одну заднюю выломать, вот. И к этому, чтобы мы не будем же выломать системник на ради теста, правильно? Так. Добро дали. Это очень хорошо. И поэтому сейчас мы затестируем вот эту вот сейчас связку, наверное, тоже одна из самых вековых. Hi5 на Intel 9400, связки с 6-ю гиговой, ну-ка, здесь у нас все уйдено, да, все продумано. 6-ти гиговой 1060, на что она способна в такой мощной игре, как Ассасин Одиссей. Для многих будет наглядной и хорошим пониманием происходящего. Надеюсь, блочек у нас не настолько ущербный, и все у нас пройдет хорошо. Как видеокарта сразу добавляет виду, да? Сразу системник становится из малышариков в серьезный агрегат. И специально для вас, друзья, нам еще один системничек принесли на настройку. Это просто все как по заказу. Ваня такой безумно любит и уважает. У нас i7-9700, одной планкой баллистик на 16 гигабайт в одноканале. Ну и, конечно же, вы сказали, что лайки не будете ставить, если мы не будем показывать эти блоки питания. XAS 1000M AirCool Full Range. Все как вы и хотели, друзья. Просто идеальная связка. Одноканал на 16 гигабайтов и XAS-овский кулер. Вот такую сборочку сегодня принесли. Сказали, поставили. Это то, что народ сам себе собирает. И, в принципе, почему бы и нет? Почему бы и нет? Самый, наверное, простой, дешевый вариант. Много ватт задешево. Одной планкой 16 гигабайт. Еще три слота свободных. Крутой процесс. Кстати, видеокарточка 2060 от MSI на 6 гигов. Такая вот народная сборка. Не нашими руками собранная, но вы все можете себе видеть. Вот такие вот аппаратики. В наше время не редкость. Так что одноканал и XAS рулит. Все. Я надеюсь, отработал бешеные деньги, которые нам за это заплатили. Так, вот у нас все и поставилось, в принципе. И вот, это уже наша конфигурация 9400F 1060 на 6 гигабайт. Ну, связка просто, ну вот, как с языка сняли. Изумительная видеокарточка 1060, 6 гигабайт. Они не дорогие. Просто народная 9400F. Ну, просто то, что доктор прописал, чтобы играться в современные игрушки. Автоматически все выкручено у нас на высокое. Это не мы, это сама игра сделала. Экран у нас сразу Full HD. Ну и давай тест производительности. Посмотрим. Тогда у нас все было на минимуме. В лучшем случае до 40 это поднималось. Причем в разрешении HD, даже не Full HD на 10.30. И посмотрим, на что более старший брат 10 серии себе может позволить. Антон, теперь это можно, можно. Давай вот так сделаем, чтобы красиво было. Всех видно. Теперь это воистину можно считать игровым системничком. У нас Full HD разрешение. Настройки высокие. Assassin's Creed Odyssey у нас ниже полтинничка. Я не вижу, не опускается. Да, ниже полтинничка у нас нет. В среднем около 59 кадров. Ну что же, замечательно, максимально плавно. Просадочки небольшие есть. Но, а как же без них жить? Должен быть какой-то контраст. Но, Антох, это прям, я уж не буду настройки понижать. Если на высоком тянет за 50 кадров, это более чем комфортно. Но это, опять же, Full HD разрешение. То есть, учитывайте, если у вас 2 коммуника, 4 коммуника, конечно, тут уже не поиграешь. То есть, любой последующий апгрейд, это сразу мы падаем в район 30 кадров в секунду, что уже является на грани. То есть, данная сборка 9.4 в связке с 10.60 видеокарте имеет место быть, чтобы рубиться абсолютно во все современные игрушки. Потому что, если он тянет Odyssey, он тянет все, что хочешь, примерно не ниже, скажем, 50 кадров в секунду, как точно. И опять же, всегда есть возможность понизить настройки. Поэтому, надеюсь, вы остались довольны, что мы все-таки... О, можно посмотреть. Минимум 22 где-то у нас была просадочка, но средний 55 фпс. Максимальный 111 считать это не будем. 55 средненький, более чем адекватно и интересно. Что сказать, Антох, коротенький пусть будет сегодня ролик, чтобы такой лайтовенький, сильно мозги не напрягать. Затестировали этот процессор. В связке здесь 60 на 6 гигов. В принципе, достаточно интересный и наглядный. Но, учитывайте, что в самые последние игрушки до сих пор можно поиграться на 2-гиговый 10-30. Что тоже важная информация. Если у вас какой-нибудь миниатюрный, компактный системничек. Я, конечно, всегда... Есть LP-шный лоу-профайл 10-50, 10-50 Ti можно поискать. Вот, это самый сбалансированный выбор. Но 10-30 я тоже человеком вставлял в небольшие компактные системнички. И они без проблем играют в такие игры, как в танки, в кс-очку. Чувствуют себя более чем прекрасно. Конечно, с современными, более тяжелыми играми уже очень напряжно. Только если разрешение совсем сильно понижать. Но во всем остальном эта штука прекрасно подходит. Спасибо, что посмотрели этот небольшой ролик. С вами был, как всегда, Даня, Антоха, Ванечек, Санечек. Маленькая компьютерная мастерская на Преображенской, 110... Ой, господи ты, боже мой. На Преображенской, 78B. Прокололся до кого ты работаешь. На Преображенской, 78B. Надеюсь, что неполезненько вы сегодня для себя извлекли. И кушайте хорошо, берегите друзей и развивайтесь. Всем спасибо. До новых встреч. И что-то еще хотел сказать, но забыл. Но об этом тогда в следующий раз. Пока-пока.